Шалом. Однажды собака подошла ко льву и предложила ему сразиться в честном поединке. Лев даже не обратил внимания на нее. Она продолжала докучать и говорит, ну если ты не принимаешь мой вызов, я расскажу во всем лесу, что ты струсил. Когда лев посмотрел на нее, сказал, ты знаешь, пусть меня осудят все лесные звери за трусость, но это будет более приятно, чем львы осудят меня за то, что я дрался с собакой. Очень часто нас шантажируют и провоцируют. Во всех этих случаях лучший выход, который может быть, не обращать на это внимание и не бояться, что тебя осудят. Лев на святом языке Арье. И если мы меняем несколько букв, мы получаем слово зрение. Рия. Нужно иметь сильное зрение, чтобы не заметить вот эту маленькую собачонку, которая гавкает, ничего из себя не представляет. Мораль этого рассказа в общем в чем? Не надо вступать в ненужные войны. Ни с кем. Потому что война это всегда плохо. Во время войны тебе иногда переходит характер того, с кем ты воюешь. А это очень плохо. Лев должен оставаться львом. Никакая критика, никакой шантаж или боязнь, что про тебя подумают, не должна сделать из льва собаку. Альтер Эбе в книге Таня приводит пример, когда человек молится и вдруг напротив него возникает некто. Дурное начало. И начинает его отвлекать от молитвы. И он говорит, многие вступают в бой. Пытаются каким-то образом поломать противника. И здесь есть одна проблема. Ты отвлекаешься от молитвы. Ты вступаешь в бой. Альтер Эбе советует не входить вообще в этот бой. Внимательно присмотреться к тексту. Еще более сильно продолжать читать и концентрировать мысли на буквах. В любом поединке мы чувствуем испытание. Нужно его пройти, перейти и забыть. Шалом-шалом. Субтитры создавал DimaTorzok